всем привет сегодня будем делать ароматную лодку аппарат шнапсер и будем испытывать джин корзину в диоптре вот она диоптр и здесь корзина для засыпи чего-то у них по инструкции джин корзина ставится вот так то есть вот здесь на отборе я же делал разными способами и разные способы вам сейчас покажу ну точнее два я думаю в этом варианте два первые как они делают потом ее переставлю сделают по-другому как я делал раньше и сравню потом в конце результат делать буду самую как говорится классику для джин корзины это лимон и кофе эта смесь все любят получается вкусно просто дешево как говорится сердит буду делать не по многу потому что буду переставлять соответственно сейчас сюда столовую ложку кофе и цедра с половиной лимона вот так и соответственно буду делать покажу вам чё как так что приступаем ну что сборка такая индукционка два киловатта на ней куб термометр но у меня с проводком без гучи царга с спинкой царга набита узел отбора перекрыт кран головы здесь отбирать не не надо потому что в клубе спиртяжка зальто разбавлено то есть голову будут номинально там чуть-чуть поэтому 30 миллилитров как говорится и через узел отбор по пару за узел отбора отбирать будем по пару соответственно термометр здесь и холодильник а из узла отбора у нас вот уголок джинка ну точнее назовем этот диоптер джин корзиной все-таки и охладитель ну и сейчас шланг подсоединю вода стандартно ход снизу холодильник выход опять же снизу холодильника и выход сверху без регулирующего крана поставил потому что я краном регулирую обычный ну который я уже привык в общем вот такая сборка сейчас разогреваемся и будем отбирать почему такая сборка потому что все-таки я сторонник того чтобы через джин корзину проходил спирт то есть высокая спиртуозность была не вода со спиртом как бы если вы будете просто прямоток сюда фигачить а именно спирт крепкий иначе вот это вот вода дает вареность поэтому я всегда укрепляю все напитки которые делают на джин корзине на чем угодно как говорится даже если мы не моцерат а джин без джин корзины у меня есть эти видео все я делаю с укреплением и это вкуснее ну мне так нравится вы там можете экспериментировать как хотите так что вот такая сборка сейчас все закрыто прогреваем колонну чуть работаем на себя но дальше подключусь ну что вот так вот у нас колонна узел отбора вот так у нас наверху холодильник тут у нас горяченький на очень все как я люблю вода идет оттуда тоже не холодная и открываем кран на отбор так называемых голов это конечно не головы но прям вот первая промывка системы сейчас отберу миллилитров 20 и потом уже включусь на отбор тело так называемого или нашего вкусные ароматные наши водки ну что короче литр я отобрал в таком вот варианте подключение корзины сейчас буду переставлять все это дело тут в прихватках все горячее буду перехватывать потихоньку и поставим другом варианте посмотрим я пока закрываем и выключаем нашу тему буду перебирать ну что сейчас вариант которым тоже многие пользуются это вот так царга потом джим корзина узел отбора причем подключил пожиже будут по жидкости отбирать холодильник ну дальше ничего не изменилось здесь заглушку поставишь будем отбирать в таком виде это кстати для тех кто в царгу закидывает иногда что-то из вот этих вкусняшек как говорится так что начинаем работать в таком режиме сейчас опять также делаем отбор голов типа голов чуть-чуть и отбираем тело ну все короче отбор завершаю узел вот так стоит он в температуре в кубе уже все спирта не остается по поводу того что я отбирал на пожиже вы можете также отбирать по пару кому как нравится на самом деле кто как хочет он узел начал ползти прекращающийся отбор так что можете отбирать по пару можете по жидкости ароматная водка получится у вас все но хорошо но остальное надо смотреть уже по предпочтению я вам просто показал что можно и по жидкости я короче перегон завершаю разбавляю то что у меня получилось до петельной крепости до 40 даю отдохнуть несколько дней ну там не знаю как получится три дня неделя не будем дегустировать этот вариант и этот вариант и посмотрим какой лучше но все завершаем и на дегустацию ну что в разведенном виде все это постояло у меня 10 дней и пришла пора пробовать джин корзина вещь прикольная мне вообще нравится и соответственно рецепт для нее дофига но я пробовал самый простой как я вам сказал и самый такой популярный он как-то вот самый легкий самый такой с него наверное рекомендую начинать тем кто работает джинкой или вот именно в таком варианте да вот как вот здесь в аппарате этом schnapser xo4m в диоптре рекомендую начать с этого рецепта вот который я вам показал цедра и кофе я там не помню точно сказал или нет кофе я не молол кофе я в зернах делаю максимум иногда можно делать в ступке его там чуть потолочь но молоть никогда не молол и кофе я беру всегда очень хороший развесной душистый то есть кофе должен быть не вот этот который в магазинах продают семечки вот эти жареные нормальные все-таки для этих вещей не жалейте для себя ну давайте это вот первое то что у нас было когда сборка была в узел отбора по пару то есть вниз у нас по сути пар проходил и смачивал истекало у нас все же корзины в отбор поэтому вот смотрите получается такой видите вот желтоватый цвет должно быть вам видно на камеру в сравнении вот если взять на сто процентов должно быть видно и по запаху такой вот ну как вам сказать типа настойка наверное то есть это все-таки не водка а через джин корзину должна получаться водка беленькая чистенькая и в моем понимании она должна быть слегка ароматизированная не сильно но если это не джин там конечно здесь вот чувствуется такой игры как будто вот настаивали на цедре то есть слишком много сюда попало аромамасел вот этих цедр и запах хороший приятный но настоечный вот так и цвет смотрите это сто процентов прям вот легко может помутнеть у меня вот не помутнела но она отстоялась она дала хлопья большие снизу если будете делать вдруг она помутнеть может легко поэтому вот такой расклад ну давайте попробуем сегодня пятница сегодня 200 кашки прям в легкую может еще потом так что вечер пятница отдыхают вместе с вами как говорится хотя ролик вы увидите ну наверно в субботу теперь уже ваше здоровье ну как я и говорил вот слишком насыщенно цедровый вкус кофе чувствуется но я говорю очень похоже на настойку хорошую но настойку чего у нас по второму через нее тоже все протекала естественно флегма и здесь у нас вот здесь вот получается такой нежный приятный запах именно кофе легкий и цитрус то есть вот не цедра а цитрус получилось именно вот ну то что я люблю как говорится то что многие любят вот это водочка кофейные лимонные запах мне нравится легкий ненавязчивый я так люблю давайте попробуем ваше здоровье вот здесь уже водочка именно водка ароматная водка легкий цитрусовый вот этот вот вкус потом приходит кофе я еще постоять бы конечно немножко но уже употреблять можно вполне мне вариант этот нравится но мне и нравился поэтому если будете делать на аппарате шнапсер ароматную водку то делайте но я рекомендую вам делать вот так по второму варианту так что вот такой вот расклад сама джинка мне понравилась сетка мелкая вот это вот это классно через нее просыпаться не будет достаточно твердый ну толстенькая она ее промять не ну можно если со мной это естественно крепкая поэтому к ней нареканий к этой джин корзине в диоптре нет никаких есть вот одно нарекание что у них в инструкции показан только этот способ который через узел отбора и он мне не нравится но это мое может быть предпочтение вам рекомендую попробовать и тот и тот способ вот так же как и я можно попробовать по чуть-чуть понемногу отобрать за раз и там и там сделать уже оцените сами но моя рекомендация это второй способ однозначно и можно делать достойные напитки вот в том варианте как я показал так что еще один плюс записываем карму аппарата schnapser x04m ссылку я на него в описании положу промокод мой там тоже будет на скидку на этом буду заканчивать как то вот так всем удачи